ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По всей видимости, из-за коронавируса красотке так и не удалось приехать в родные края, в самом Гарибальде. А Вика осталась в Америке. Как же приятно, когда красиво, особенно если красота природы сливается с прекрасной инфраструктурой. Нью-Йорк, ты всегда прекрасен для меня, пишет Вика. Оригинальный клип к 1 сентября выложил артист лейбла Black Star Mod Матвей Мельников. Что тебе даст твой диплом? Что тебе даст школа? – вопрошает Матвей. Нервы и голод. Да, ведь путь к знаниям тернист. Но дорогу оселит идущий, и пока вы будете по ней идти, спотыкаясь и теряясь, внутри ваших юных глаз и сердец, по чуть-чуть будет разгораться огонь, который в будущем осветит путь не только к профессии или карьере, а к призванию и к мечте. Дерзайте с Днем Знаний! Про школьные хлопоты пишет Маша Комкова, самарская мама шестерых детей, доверенное лицо президента и губернатора. Бужу первоклашку в школу, она недовольна. Опять что ли? Вчера я так много негатива словила после того, как рассказала, что отдала Василису на аккордеон. Кто-то просто заботливо предупреждал про нагрузку на спину. Но некоторые откровенно обхаяли наш выбор тем, что это прошлый век, совсем не девчаковый инструмент и все такое. А я вот абсолютно этого не разделяю. По мне это просто потрясающий инструмент, подходит как для мальчиков, так и для девочек. А когда я увидела учительницу, то еще больше в этом убедилась. Она такая тоненькая, хрупенькая и нежная. Она с этим аккордеоном такая изящная наоборот. Я ей говорю, я думала бицепсы должны быть, силы же нужны его растягивать, а у вас их нет, рассказывает Мария. Самарская блогер Аня Соколова просветила подписчиков, как гормоны влияют на женский организм. Есть один очень важный гормон – тестостерон. В норме он отвечает за мышечную силу, выносливость, а также либидо и темперамент. Низкий уровень тестостерона приводится к снижению сексуального увлечения и анаргазмии. Обратная ситуация – избыток тестостерона. Женщина может стать пыльчивой. Появляется высыпание на коже, избыточный рост волос, а вот волосы на голове наоборот могут начать выпадать. Я безумно соскучилась по зрелищным кинолентам, признается певица, актриса и телеведущая Нюша Шурочкина. Когда всей семьей и на огромном экране, чтобы родители и дети счастливы от рассмотра, и весь зал тоже в восторге, я точно первая со своей семьей не просто пойду, а побегу на сумасшедшую по зрелищности, графике и трюков. Фантастическую сказку «Вратарь галактики». А тут еще и историческая ремарка. Несколько лет назад Джаник Фазиев пригласил меня сниматься именно в его фильме, в главной роли. Но на тот момент передо мной стоял выбор – дать согласие первому каналу на участие в шоу «Голос дети» или съемки в кино. Какое я сделала выбор, вы уже знаете. Так что тогда не случился мой дебют, но я очень надеюсь еще испытать себя в большом кино. Фэнтези обожаю! Сотрудница пресс-службы Самарской полиции Люба Погожева пишет про цветочные феи. Если всех на свете спросить, кто такие цветочные феи, то большинство сразу же представит себе некую сказочную мадемуазель, одетую в воздушное платьишко с крылышками за спиной и веночком на голове, которая обязательно живет на самой милой лесной опушке и спит в самом красивом цветке. На самом деле все намного проще. Современные цветочные феи перебрались жить в города и назвались флористами. Внешне они совершенно не отличаются от обычных девушек, однако если приглядеться, что-то сказочное, невесомое и волшебное в них есть. Вот оно выражение моего лица для 95% населения подписалось под фотостилист Карина Трегулова. Раньше я даже представить не могла, что пойду пить кофе одна или на прогулку или в кино. Мне был необходим этот социум. Сейчас радуюсь, когда остаюсь наедине с собой, много читаю, уезжаю куда-нибудь, работаю и вообще. В последнее время даже лень разговаривать и вступать в дискуссии. Зато как приятнее встречи с близкими людьми и подругами. Думала старость, но это просто зрелость. Фильтрую всех, короче. Губернатор Дмитрий Азаров пишет про историческую память. Не устаю повторять, что страна, которая забывает героев прошлого, не имеет будущего. Способы сохранить историческую память могут быть разными. Книга, фильм, песня. Одним из них сегодня стал музей под открытым небом. Дорога истории «Наша победа», который открыли на площади Куйбышева. Планировали сделать это 9 мая, но не смогли по понятным всем причинам. На себе ощутил, насколько все сделано реалистично и познавательно. Оказываешься, то в землянке, то в госпитале или на бруствере. Одним словом, полное погружение в реалии военных лет. Спасибо авторам проекта и всем, кто принял участие в реализации, отмечает глава региона. Оцените наши образы. Мы так старались, хвалится блогер-миллионник Кристина Дудхова. Кто родился в 90-е? Малиновые пиджаки, золотые цепи, сотовые телефоны размером с кирпич. Кто помнит бригаду «Бандитский Петербург» и «Брат», пишите прямо здесь. Устроим перекличку. Сегодня гуляем на дне рождении у Аллочки, а-ля Аллы Борисовны в стиле 90-х. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно. Также, как героям этого выпуска, подписывайтесь на корпоративные сети ТЭРы и следите за новостями в новом выпуске ТЭРограмма. С вами была я, Таня Бекметова. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok